Кошелек, бери. Где твой? Вот сумка. Половина баранина, половина... Он за мной как телятин. Половина баранина, телятин, да? 50 на 50. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И это у нас с вами опять манты. Почему я опять снимаю это же блюдо? Хотя часто повторяюсь, я могу объяснить. Мое прошлое видео заблокировал YouTube, потому что я говорила про... Если я сейчас скажу, может быть, это видео тоже заблокирует. Поэтому сделаем так. Коронавирус. Ну вы поняли, короче, нельзя об этом говорить. На мукпанках. И когда у тебя больше подписчиков, ты больше... Ну, больше под их прицелом, так скажем. Ну я не против еще раз съесть. Если здесь опять заблокируют, мы опять съедим. Ну что это? Ну я не против, я не против. Обожаю просто уже манты. Здесь, ребятам, 50 на 50, половина баранина, половина... Да блин, сосед этот достал. Вы слышите этот... Это вот сосед. Надо пойти и помочь ему сделать ремонт. Кстати, вы это видели? мне подарили букет цветов и вы знаете я настолько была рада я просто спалилась что мне никогда не дарили цветы уже просто везде куда можно было выложить я выложила как же это вкусно ребятам просто как же это вкусно они просто масочки я макаю в сметану здесь мне еще огурчик как вы видите в общем вы спросите кто же подарил тебе цветочки если твой парень далеко так вот он додумался онлайн доставка заказал такси таксист мне отдал было настолько приятно вообще я люблю внимание как и все мы девочки любим внимание правильно буквально недавно он спрашивал у меня говорит я скоро приеду но где-то через месяц через полтора вот что тебе привезти отсюда ну что то такое что например там нету может быть ты давно хотела что то есть в европе и ты это хочешь но не можешь купить там чего у тебя нету например да я такая думаю у меня ничего нету неси все неси просто что умещается у тебя в сумке так конфеты магниты там не знаю сувенирчики в общем все что сможешь притащить тащи дорогой что значит чего у тебя нету ничего нету особенно конфеты это я про себя так думаю но вслух я конечно это не говорю на типа неприличные все такое я говорю да нет ничего не надо даже не стоит беспокоиться и так далее а сама про себя думаю вот попробуй ты мне ничего не привести вот ну попробуй только вот просто подумай об этом то увидишь какой скандал тебя ждет о цветочки я реально не ожидала вообще просто даже намека не было на этом я думала что мы рассчитаемся когда он приедет он с собой все принесет в сумке свои вещи там оставит а сумку все заполнить подарками конфетами едой для меня не он твой говорит я все равно говорит что-то куплю лучше это будет а что-то такое что ты захочешь я даже не знаю чем ты увлекаешься как это я не знаю чем ты увлекаешься я увлекаюсь едой что-то покушать что-то знаете вкусное тут же понятно все господи боже мой кстати рецепт на манты в инфобоксе в инфобоксе заглядывайте обязательно а еще вчера у моей мамочки был день рождения я от души ее поздравляю спасибо мамочка что родила меня спасибо что вырастила накормила напоила маме исполнила 49 лет я долго думаю что же ей интересно можно подарить но вы знаете мама косметика не увлекается одежду ей не угодишь просто она очень любит посуду и какие-то кухонные принадлежности это я мне парфюм какой-то подаришь я прям радостно хожу долго думал что можно маме подарить да заткнись да ты уже как мне раздражает этот звук я не знаю вам слышно или нет меня бесит уже как только сажусь снимать видео они начинают ремонт по моему они мои хейтеры я выложила в инстаграм что я сейчас буду снимать видео начал пилить это во всю прям настроение портит не зли меня я сейчас спучусь короче я купила маме блендер с разными насадками такой крутой очень хорошая потому что у мамы его не было сначала хотел сковородку но той сковородки о которой мечтает моя мама ее не было она такой человек она идеалист она любит когда все идеально вот все прям так как она хочет она стоит все р Tibri а то осталось так как я не буду видать uen н... в общем я положила этот миксер блендер как правильно миксер или блендер называется эта штука ну в общем это не суть я положила его в пакет и вот сюда и здесь была записка любимой мамочки с днем рождения я как бы положила на диван утром и думала что хотя бы за 12 она это увидит и что она делает она просто берет этот пакет кладет на пол и делает свои какие-то дела взяла легла на диван я думаю неужели тебе не интересно что в этом пакете если бы это было бы что-то провокационное что то что она не должна была увидеть она сто процентов за секунду посмотрела бы что в пакете но так как запланировалось так что она откроет и посмотрит как назло она не смотрела час-два сижу жду мне кстати что нога болела уже прошло все все нормально и в конце мне уж самой пришлось сказать маме что посмотри что в пакете потом уже она посмотрела и очень обрадовалась ну вот закон подлости не знаю почему все так устраиваешь сюрприз думаешь вот она должна это увидеть сама прям как-то и ничего сначала хотела я спрятать и играть с мамой в холодно горячо но потом подумала что это не понравится вообще как много добрых хороших людей не перестаю удивляться просто когда стукнул 100 тысяч подписчиков столько людей писали хорошие комментарии прям поражаешься сколько доброты в людях значит вчера смотрела видео мариночки посмотрю что она купила машину я думаю какая она молодец все таки я тоже мечтаю о машине если честно вот и опять же думаю что налично мне купить ее не удастся скорее всего я возьму ее в кредит и буду полжизни платить за нее ну блин хочется вкуснотища просто осталось все три штуки в последнее время очень много пью воду с лимоном мама даже говорит что это немножко вредно кстати совсем забыла вам показать я сделала новые ноготочки подробно покажу вам моем инстаграме обязательно подписывайтесь вот еще кстати я знаю что есть люди которым интересно про то как я прохожу лечение как вы видите все мои проблемы на лице они видны потому что я начала пользоваться очень очень неплотным тональным средством врач сказал что так надо я стараюсь выполнять все рекомендации врача хоть я выгляжу ужасно но что поделать это все временно я верю что я вылечусь единственное меня насторожила врач такой говорит самое главное говорит это верить верить в то что ты вылечишься как говорю а если ничего не делать просто верить странно честно такое слышать от врачей потому что врачи всегда говорят что там не на молитвы вера это все ерунда самое главное процесс лечения правильно выбранные не знаю таблетки правильно поставленный диагноз и странно было от врача такое слышать но я стараюсь верить и каждое утро я просыпаюсь и говорю себе ой какая красавица стала просто вкуснотися прям сегодня прям сейчас вам выложу время сейчас 10 пол одиннадцатого быстренько смонтирую и выложу чтобы вы не скучали в общем как то так было нереально вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал у меня уже 100 тысяч подписчиков спасибо вам огромное за классные комментарии вы мне поднимаете настроение и мотивируйте меня что-то делать всем удачи всем пока спасибо